друзья снова приветствую вас на своем канале меня зовут анатолий пашкевич и сегодня у нас очередная интересная тема а тема у нас касается сегодня насадок эта тема конечно же не для профессионалов не для тех кто давно занимается карповой ловли хотя век живи век учись а сегодня хочу поделиться с вами четырьмя способами то как презентую свои насадки я когда использую именно бойлы друзья все полезные ссылки а также тайм-коды к видео я прикреплю в комментарии снизу а также в описании друзья обязательно досмотрите ролик до конца так как сегодняшний четвертый вариант насадки вернее компоновки насадки будет интересен даже продвинутым карпятником и далеко не все его знают а перед тем как мы покажем основную часть я прошу вас поддержать наш канал подписаться поставить лайк может быть написать комментарий любая поддержка будет для нас бесценна так как последнее время youtube совсем перестал подкидывать наши видео большие и любая ваша поддержка будет для нас огромной помощью буду благодарен за любую поддержку ну а мы начинаем ну и первый вариант это подрезка бойла с подсадкой половинки о папа я использую в основном 12 по папы но у вас это могут быть разные размеры и срезаем небольшую шляпку с нашего бойла так сказать готовим площадку лучше сделать его максимально ровной вот так и отрезаем половинку нашего папа по можно сделать чуть больше половинки чуть меньше вот таким образом теперь насадим его на иголочку заранее подготовил поводочки чтобы все это показать более на практике и ставим стопорок вот так выглядит наша первая насадка а такой вариант подсадки о папа наиболее популярен да я и сам зачастую использую семена таким вариантом но бывают разные случаи и поэтому смотрим вариант номер два второй вариант практически такой же как и первый который был показан только здесь в качестве подсадки используется плавающая кукурузка искусственно принципе здесь тот же самый процесс мы делаем подрезку нашего бойла снимаем шляпку так сказать готовим площадку и сверху ставим нашу кукурузку вот так после того как вы насадили бойл уже на иголку возможно сделать некоторые манипуляции если вам не нужна крупная насадка можно немножечко обстругать ваш бойл по контуру тем самым он будет более плавучий более ароматически так как вот эта корочка засохшая сверху вся уйдет и бойлик ваш будет быстрее привлекать рыбу своим ароматом и вкусом вот таким вот образом мы это делаем это позволяет сделать из любого бойла насадку нужного нам размера вот такая красота и насаживаем его на наш волос и ставим в топорок вот такой второй вариант насадки у нас получился данный вариант компоновки насадки тоже очень популярен и также часто используются карпятниками а в чем здесь плюс что большинство попапов имеют собственный запах а кукурузка она запаха не имеет и прекрасно дипуется под любой вкус который вам нужно то есть создавая гармоничную ароматическую композицию с вашим бойлом третий метод заключается в использовании вот таких вот скажем поролоновых пенок они бывают разных диаметров разных цветов для этого с помощью вот такого инструмента скажем шприца или дырокола как его назвать а делается отверстие в бойле и вставляется вот такая пенка сейчас это быстро сделаю и покажем вам результат если вам понравилось что я вам покажу вам И протыкаем это иглой. И насаживаем как обычный бойлик. Метод с подсадкой плавающей пенки интересен тем, что вам не нужно увеличивать размер своей насадки, но при этом вы придаете хорошую плавучесть своему тонущему бойлу. Ну и четвертый метод, как я обещал, который самый редкий, но по моему мнению очень интересный. Данный метод позволяет увеличить плавучесть вашего бойла, при том, что вам нельзя уменьшать размер насадки. То есть вам нельзя подрезать бойл, нельзя уменьшать насадку, так как задолбит просто мелкая рыба. И поэтому для того, чтобы вам сохранить размер вашего бойла, скажем, в данном случае это двадцатка, и сделать его немного плавучим, чтобы он приподнимался от дна, не всегда хватает половинки поп-апа. Вот у меня двенадцатый поп-ап, и половинки его не хватит, чтобы поднять двадцатку. А использовать целый поп-ап вот в таком роде, скажем, как называемый снеговик, ну для меня не нравится, он увеличивает как-то размер, и акцент, мне кажется, насадки немножко другой становится. Поэтому я использую следующий метод. Для этого метода нам понадобится самое обыкновенное сверло. Я использую сверло вот двенадцатого номера, двенадцатого диаметра. Просто обычное, новое, хорошо заточенное, острое сверло. Почему двенадцатый? Так как это размер моего поп-апа. Дальше вы поймете, почему это важно. Мы берем и снимаем также небольшую площадку с нашего двадцатого бойла, намечаем точку в середине и высверливаем ямку, чтобы заглубить наш поп-ап внутрь целиком. Вот так вот. Теперь все стандартно протыкаем иглой целиком нашу насадку и на волос. Вот так вот. Ну то есть, как вы видите, вот это самый первый вариант, когда мы подрезали половинку нашего поп-апа. А вот это последний вариант, где у нас целый поп-ап. То есть размер у них абсолютно одинаковый, одинаковый вид, но у последнего варианта будет намного больше плавучесть. При том, что какие-то размеры мы не нарушили. Друзья, ну вот наше видео и подошло к концу. Я думаю, что данные методы будут для вас полезны. Для тех, кто начинает ловить карпов, это будет однозначно. Плюсом в копилку, скажем, ваших знаний. Я поделился именно методами, которые пользуюсь сам, которые рабочие, проверены уже не раз на практике. И поэтому уверен, что вам они помогут. Друзья, если данное видео вам понравилось, поставьте лайк, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее интересное видео. Ну а с вами был я, Анатолий Пашкевич. До новых встреч! До новых встреч!